Добрый вечер, в эфире Вести, Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Сады интенсивного типа скоро зацветут в больших объемах. Минсельхоз начинает прием документов для предоставления субсидий на закладку садов. Что такое кейс в бизнесе и что дает данная методика? В Черкесске прошел первый республиканский чемпионат по решению кейсов. Прокатиться с ветерком, да еще и за полцены, курорт Архыз переходит на весенние тарифы и предоставляет льготы. Первый блин не комом и стоимостью 600 рублей. Чем удивили молодые повара богатых гурманов. Министерством здравоохранения Карачао-Черкесии приобретена очередная крупная партия лекарств для амбулаторного лечения больных COVID-19. Накануне в республику доставлена первая партия лекарств. Это противовирусные жаропонижающие препараты. Сейчас лекарства проходят маркировку и в ближайшие дни будут распределены между всеми медучреждениями первичного звена Карачао-Черкесии согласно потребностям. Отметим, что также уже заключен контракт и ожидается поставка антикогулянтов. Режим самоизоляции для лиц в возрасте от 65 лет и старше в Карачао-Черкесии продлен до 19 марта. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 343 человека. Из них 17 723 выздоровели, 191 человек госпитализирован. Минсельхоз Карачао-Черкесии начинает прием документов для предоставления субсидий на закладку садов интенсивного типа. Напомним, программа по закладке мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств реализована в 2019-2020 годах в четырех районах. У Рубском, Прикубанском, Хабесском и Ногайском. Участниками данной программы стали 135 личных подсобных хозяйств. Прием документов на субсидии будут принимать до 15 марта в Минсельхозе республики. Знания – прекрасная возможность получить престижную профессию. В Черкесске прошел первый республиканский чемпионат по решению кейсов. Сущность кейс-технологии заключается в изучении конкретной проблемной ситуации и поиске оптимального решения. В чемпионате участвовали студенты вузов республики. Мероприятие было организовано дирекцией кадрового резерва главы Карачао-Черкесии. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Это отличная возможность для молодежи продемонстрировать свой интеллект и креативный подход на защите проектов. Несколько команд студентов защищали их перед экспертным жюри, среди которых представители различных предприятий республики. Каждая команда готовила стратегию по продвижению того или иного бренда компании, известного в Карачао-Черкесии. Данный чемпионат позволит нам научиться правильно составить свой проект и реализовать его. Мы также надеемся воплотить свои идеи, отмечают участники. Задание было подобрано таким образом, чтобы ориентировать новую продукцию для молодежи. Это значит целевая аудитория от 16 до 23 лет. Отмечу, что мы как студенты медицинского института подошли к этому с медицинской и с научно-практической точки зрения. То есть мы подобрали информацию так, чтобы выявить, как влияет молоко, какие-то новые данные, уже известные данные, показать пагубность влияния иных напитков. В ходе защиты эксперты оценивали подготовку проектов и возможность их реализации на практике. Нам очень важен свежий взгляд и подход молодого поколения в создании новых условий для продвижения продукции различных предприятий. Мы обращаем внимание в первую очередь, конечно, на подачу, на какие-то инновационные предложения, которые ребята могут нам показать. А также, конечно, на исполнение практических заданий, на какие-то новшества. Ребята подготовились все отлично. Особенно хочу отметить со своей стороны команду медиков. Они, хотя студенты медицинского учреждения, подготовились просто на 100 баллов, удивили нас всех. Мы поставили пятерки сходу по всем позициям. По словам организаторов, данный формат решения кейсов является признанным в мире и эффективным с точки зрения отбора и привлечения кадров для различных предприятий. Каждый из участников чемпионата демонстрировал свои знания и навыки в защите проектов. Принимают участие в защите, принимают участие в презентации те студенты, которые со своей стороны наилучшим образом себя в настоящее время проявляют в рамках учебной, проектной, социальной или научной деятельности. В рамках того учебного заведения, где они проходят в настоящее время обучение, получают высшее образование. Стоит обратить внимание на то, что ряд предприятий крупных Карача Черкесской Республики поддержала реализацию данного проекта. Они на сегодняшний день являются членами экспертной комиссии и подбирают для себя тех ребят, которые, безусловно, талантливы, которые, безусловно, обладают высоким уровнем потенциала. В ходе чемпионата наибольшее количество баллов набрали две команды вузов – Аргус из Качагу и Ламат Реджин Медицинского института СКГА. Победители и призеры были отмечены дипломами и сертификатами. Алихан Репшоков, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкеский филиал «Русгидро» готовится к пропуску половодия. К прохождению паводка будут выполнены все необходимые организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и надежной работы гидросооружений в данный период. Кроме того, к действиям в случае нештатных ситуаций будет обеспечена готовность аварийно-спасательного формирования филиала и создан запас необходимых материалов. В период половодия будет усилен постоянный контроль изменения гидрометеорологической обстановки. Курорт Архиз переходит на весенний тариф и с сегодняшнего дня значительно уменьшилась стоимость однодневных и многодневных скипасов, а также снизились цены на парковку. Расширилась и сама льготная линейка тарифов. Со скидками теперь смогут кататься студенты, школьные группы, члены многодетных семей, ветераны боевых действий, инвалиды второй группы, чернобыльцы, лыжники и сноубордисты, возраст которых 65+. Весна в Архизе – это особенное время для горнолыжного отдыха. В городах Карачаево-Черкесии на этой неделе лавина опасна. Выпадет ли еще снег весной, нам расскажет об этом погода. В Карачаево-Черкесии ночью небольшой снег, днем сильные осадки и мартовская метель. Ветер восточный – 6-11 метров в секунду, днем будут порывы до 15-20. Температура ночью – минус 4, минус 9, днем 3-8 градусов мороза и на дорогах гололедица. В Черкесии ночью небольшой снег, днем сильный и метель. Ветер восточный – 6-11 метров в секунду, днем будут порывы до 15-20. Температура ночью – 4-6 градусов мороза, днем также мороз – минус 3-5 и на дорогах гололедица. В жизни бывает так непросто встретить несокрушимого и непробиваемого человека-каменную стену, человека-глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ – банк сильных людей. Жители Карачао-Черкесии могут принять участие в вебинарах по инвестиционной грамотности «Грамотный инвестор», организованных Банком России. Весенняя сессия занятий стартовала 17 февраля и продлится до 21 мая. Эфиры проходят по будням, продолжительное занятие 60 минут. Лекторами выступают сотрудники Банка России, слушатели познакомятся с принципами и инструментами. Инвестирование получит предоставление о том, как выбирать финансовые представления, финансовые инструменты и строить свою стратегию, исходя из потребностей и целей научиться оценивать риски. Блины по 600 рублей из обычных блюд – дорогие шедевры. В Карачао-Черкесии молодые повара соревнуются в удовлетворении гурманов, богатых гурманов. С Олимпиады по высокой кухне репортаж Руслана Карпмазова. У Алины Уздинова и Зеленчука сегодня вкусная битва. Она хочет стать лучшей среди студентов рабочих специальностей. На кулинарную Олимпиаду из Кисловодска в Черкесск приехал Изаур Тимирбулатов. Холодная закуска в шоу-то. Олимпийцы получили задание создать десерты в высокой кухне. И это соревнование очень важную роль играет для каждого студента. Стать лучшим поваром в стране, я думаю, это большой престиж и большие перспективы. Пока кулинарные олимпийцы участвуют в битве ножей, рядом проходит соревнование среди студентов, мечтающих стать предпринимателями. Вот Евгения Алена презентует службу по уборке квартир. И бизнес их должен стать успешным, потому что они могут сами выйти на фронт в борьбе за чистоту. А умеете убирать? Конечно. Дома чистоту сами делаете? У меня вся семья полная и еще три маленьких ребенка. И весь частный дом на мне. И еще домашнее животное. Так что я в уборке разбираюсь. А вот Азамат хочет открыть черкесское антикафе, где за 120 рублей в час можно сидеть, болтать, пить бесплатный чай и баловаться бесплатными плюшками. Лимитировано ли потребление чая, булочек и плюшечек? Может быть, я накушаю там рублей на 500 за этот час? Нет, не лимитировано, как каждый человек хочет. От этого же и плюсы. Людям будет интересно это. Самое главное, с собой плюшки не уносить. Да. Скажите, пожалуйста, так а ваша прибыль из чего тогда будет состоять? Потому что 120 рублей вам не кажется, что это мало? Ну не знаем, посмотрим, как оно пойдет. Черкесский опытные предприниматели уже пытались открыть антикафе, но не получилось. Но бизнес-тренер говорит, не надо молодым людям отчаиваться. Мы очень часто ошибаемся и говорим, ребята, это бесперспективно. Но парень пашет, он хочет и у него получается. В колледже индустрии питания, туризма и сервиса приняли региональный этап чемпионата профессионального мастерства, потому что жизнь доказала, не юристы, а повары нам очень нужны. Желающих творить на кухне так много, что необходим и конкурсный отбор, и даже интересное собеседование. Что вы любите, что ваши родители любят, много различных вопросов. А кулинарный предпочтенник спрашивает? Да. И я всегда детям говорю так, хороший повар доктора стоит. Кулинарный олимпийцы готовы к параду десертов. И вот шедевр от Екатерины Савоскиной. Это шоколадный трайфл. Идет карамель, апельсиновый сок, апельсиновые кусочки, яблоко, груши закарамизированные. Сколько такое блюдо могло бы стоить? Вот 350. Заур Тимирбулатов преподнес чизкейк. Но его он так украсил, что это стало достижением кулинарного искусства. Какой? Ореховый. А, ореховый шарик. Это голубика? Нет, это черника. А, черника. Это апельсина? Филе, мята. А вот этот красный? Красный это соус, это брусичный соус. Ваше блюдо сколько стоило бы в ресторане Кисловодска? Ну, рублей 500. Минимум? Да. За меньшее не продали бы? Не знаю. Максим Курочкин считает, что десерты должны быть не только вкусными, но и иметь интересные названия, чтобы ценник был выше. Это что такое? Кнели, яблочные кнели. То есть кусочки яблок залитые белым шоколадным муссом, также карамельное яблоко и соус мягкая карамель. Если бы это называлось бы яблоко в белом шоколаде, его меньше заказывали бы? Ну, конечно же, не яблоко в белом шоколаде, бы назвали его как-нибудь, не знаю, жемчужный глаз, к примеру. Чтобы заказали. Да, и заинтриговать названием. Алина Узденова с песочного теста испекла не просто корзиночку, а наполнила десерт разнообразием вкусов. Теперь вы мне объясните, вот в Зеленчуке, да, у простой домохозяйки может быть столько ингредиентов, чтобы такую красоту сделать? Смотря кем она работает. Ну. Какую прибыль получает. А, да? Если у нее муж с хорошей зарплатой. То есть, подождите, такая песочная корзинка может быть только у женщины, у которой муж с хорошей зарплатой? Может быть. И вот самое дорогое блюдо – блинчики от Амина Тикеевой. Всего лишь по 600 рублей. Амина, скажите, пожалуйста, как вы умудрились из простых блинчиков сделать вот такой вот шедевр? Это арабские блины с фруктами. Какие блины? Арабские. У арабов тоже блины есть? Арабский десерт. Там внутри яблоко и творожный крем. А вот это стекло – это что такое? Это из-за мальца. Объясните нам, деревенским, что это такое? Можно ли его кушать? Можно это съедутный продукт. Короче, можно готовиться к масленице вот такими вот вещами. Республиканский кулинарный конкурс повышает не только мастерство студентов, но и их самооценку. И таким мастерам уже никто не будет предлагать маленькую зарплату. И дорогие десерты откроют дорогу в мир звезд. Звезд Мишлена. Руслан Куркмазов, Али Бостанов. Десертные вести. Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Небеса подождут». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова